Сегодня вас угощает информационная столовая. Приятного аппетита! Вспоминающие о хрупкости мира и бесчеловечности всякого насилия. Зрелище завораживающее. И наглядно иллюстрирующее, насколько может быть могущественна и опасна научно-инженерная мысль, сообщенная с целью военного превосходства. Мнения историков и военных экспертов разделяются. Одни говорят, что наличие ядерного оружия сдерживает массовые военные конфликты и является залогом безопасности. Другие утверждают, что рано или поздно мир все равно скатится в хаос взаимного уничтожения, если вопрос о сокращении ядерного вооружения не рассматривать более обстоятельно. После распада СССР градус напряжения значительно снизился. Принято считать, что холодная война закончилась вместе с падением Берлинской стены. Однако отдельные инциденты, связанные в том числе с обострением отношений между КНДР и США, снова вынуждают СМИ напоминать населению о тревогах минувших дней. В силу острых политических и военных кризисов на мировой арене, абсолютной уверенности в несокрушимости здравомыслия лидеров ядерных держав, пожалуй, нет и сегодня. Едва ли мы можем иметь представление о том, сколько загадок таят в себе архивы с необнародованными документами. Сколько именно было беспрецедентных провокаций и недоразумений, которые могли уничтожить все человечество. Однако о некоторых случаях широкой общественности все же известно. О них и пойдет речь. 1961 год. Берлинский кризис. Инцидент у КПП Чарли. После победы над нацистской Германией, Берлин был разделен на четыре оккупационных зоны. Границы этих зон носили условный характер. Когда отношения Советского Союза и Запада перетекли в фазу Холодной войны, четыре зоны превратились в две. ФРГ. Федеративная республика Германия. Объединение союзных сил Америки, Британии и Франции. И ГДР. Германская демократическая республика. Зона влияния СССР. Несмотря на это, жителями Берлина границы этих зон по-прежнему беспрепятственно пересекались. Но так происходило до того момента, пока значительно выросший уровень жизни в ФРГ не вынудил большинство работоспособного населения покинуть территорию ГДР. Руководство Советского Союза приняло жесткие меры. Поток беженцев было решено остановить методом возведения укрепления – Берлинской стены, охватывая всю границу ГДР. 25 тысяч рабочих построило эту стену из 45 тысяч бетонных блоков. Первое осложнение случилось 27 октября. Глава американской миссии Адам Лайтнер не был пропущен через КПП Чарли на территорию Восточного Берлина. 27 октября к КПП Чарли выдвинулись десятки американских джипов и танков. Они сопровождали бульдозеры, которые должны были демонтировать Берлинскую стену. Но эффект внезапности не сработал. Навстречу американской технике выдвинулись советские танки. Остановились обе танковые группы лишь когда их отделяли друг от друга несколько десятков метров. Моторы заглохли. Руководством двух государств был отдан приказ в случае открытия огня противникам ответить ему со всех орудий. Если бы тогда прозвучал хотя бы один выстрел из пулемета или танка, он непременно бы отозвался эхом Третьей мировой войны. Танки простояли друг напротив друга ровно сутки и разъехались в стороны только утром. Кеннеди и Хрущев договорились. 1962 год. Карибский кризис. В те дни Советский Союз терял преимущество в ядерном вооружении. И будучи окруженным американскими военными базами, стремился расширить свое влияние на Кубе в противовес влиянию США в Турции, которая делала противоракетную оборону СССР чрезвычайно уязвимой. Хрущев поддержал правительство Кастро. После революции с правительством Кубы был заключен Союз. В результате переговоров было решено тайно переправить под видом гражданских и грузовых судов десятки ядерных боеголовок. Вместе с ракетами переправлялись целые военные части и подразделения, соблюдались все правила секретности и маскировки. Но папка с подробными снимками советских ракет на Кубе появилась в руках у Кеннеди раньше, чем запланировал Советский Союз. В США экстренно был основан и собран особый военно-политический штаб, исполнительный комитет Совета национальной безопасности. Практически все его члены убеждали президента нанести ракетный удар по Кубе, но Кеннеди отклонил это предложение. Вне всяких сомнений, если бы он принял другое решение, мир бы был уничтожен взаимными ракетно-ядерными атаками. В обстановке полной боевой готовности сторонами был достигнут ряд договоренностей, заключавшихся во взаимных уступках. США уничтожают свои ракеты в Турции и не бомбят Кубу. СССР вывозит все ракеты с территории Кубы и демонтирует пусковые установки. Но невзирая на достигнутые компромиссы, советские военные продолжали развертывание боевых частей, приводя ракеты в боевое положение. В эти же дни над территорией Кубы советские военные сбивают американский самолет-разведчик Ю-2. Это был второй сбитый самолет с момента начала кубинского кризиса. Только на этот раз летчик самолета погиб. В Вашингтоне все были ошеломлены таким беспрецедентным нарушением договоренностей. Решено было, что если СССР не начнет ближайшие три дня выполнения своих условленных обязательств, по территории Кубы будут нанесены ракетные удары. Если бы по оперативным каналам с Кеннеди и Хрущевым не было такого эффективного сообщения, неизвестно, как бы разрешилась данная ситуация. В те дни здравомыслие победило, а ядерное разоружение сторон из дискуссии начало переходить в практическое русло. 1962 год. Инцидент на Окинавской базе. 28 октября на командный пункт одной из четырех американских военных баз на Окинаве поступила шифровка с кодом о применении ядерного оружия. Капитан Уильям Басс, отнесший там службу, заподозрил, что имеет место быть какая-то ошибка. Во-первых, по заданным координатам, три ракеты были направлены в сторону стран, с которыми у Соединенных Штатов нет острых конфронтаций. Во-вторых, уровень угрозы в шифровке был DEFCON-2, вместо критического уровня максимальной боевой готовности DEFCON-1. Капитан доложил командованию, что инструкция получена в искаженном виде, и попросил более внимательного ее рассмотрения, но ответ пришел без изменений. Невзирая на это, Бассет решил не начинать ядерные атаки. Тогда один из лейтенантов, занимавшийся непосредственным пуском ракет, саботировал приказ Бассета и, взяв командование на себя, приказал другим военным следовать его распоряжениям. Капитан Бассет выслал нескольких подчиненных вслед за лейтенантом и приказал пристрелить лейтенанта в случае, если тот попытается скомандовать пуск. Бассет перезвонил командованию и сказал, что не выполнит приказ до тех пор, пока уровень боевой готовности при угрозе не будет повышен ДДФКН-1. Лишь после этого командование перепроверило все инструкции и выслало корректировки, где о запуске ракет уже речи не шло. Властями США данный инцидент был рассекречен только в 2015 году. 1983 год. Выдержка подполковника Петрова. 26 сентября оперативный дежурный командного пункта Серпухов-15 подполковник Станислав Петров получил сообщение от компьютера о запуске ядерных ракет с американской военной базы. Времени на принятие решения было крайне мало. Сохраняя самообладание, Станислав Петров проанализировал показания компьютера и пришел к выводу о некорректных показаниях оборудования. Причиной послужило сообщение о том, что запуск ракет осуществляется с одной американской базы. Выпущенных пяти ракет было бы недостаточно, чтобы уничтожить всю инфраструктуру СССР, в то время как настоящая атака означала бы запуск значительно большего количества баллистических ракет со множества военных баз. Станислав Петров, полагаясь исключительно на свой опыт и интуицию, доложил командованию о ложной тревоге. Дальнейшее расследование инцидента подтвердило версию Петрова. Причиной неадекватной реакции машины была засветка датчиков спутника от высотных облаков. Это послужило весомым поводом для коррекции работы систем оповещения. Данный инцидент был рассекречен лишь после распада Советского Союза. Подполковнику Станиславу Петрову в 2006 году было выдано премия Ассоциации граждан мира, а в 2016 году он также получил Дрезденскую премию за предотвращение вооруженных конфликтов и финансовое вознаграждение суммой в 25 тысяч евро. Про Станислава Петрова снят документально-художественный фильм. В 2017 году Станислав Петров скончался в возрасте 77 лет, навсегда запечатлев себя в истории, как человек, спасший все человечество. Субтитры создавал DimaTorzok